книга открытым оком вопрос 4089 том 30 кто поддерживает епископа диамида они поняли ли что он хотел сказать или просто им лишь бы побузить отвечает игнатий тихонович лапкин судите сами хотя бы согласно одного документа воззвание главного совета союза русского народа по поводу обращения епископа диамида к русским людям православные люди русские соратники союз русского народа полностью согласен с духом и буквой обращения епископа диамида обнародованного 17 июля в трагический и рубежный день 90-летия ритуального убийца богоборцами помазанника божия его царственного семейства и верных слуг значение свершившегося трудно переоценить наконец-то в московской патриархии нашелся архипастырь который не только справедливо и громогласно изобличил еретиков сергиан захвативших при помощи богоборцев и чекистов церковную власть но и указал путь очищения церкви от лжепастыря и изменников эти волки и в овечьей шкуре давно уже заслужили анафемы не только как экуминисты и глобалисты и цареборцы но и как христопродавцы сегодняшняя расправа мид политбюро м.п. над епископом диамидом не есть что-то новое и небывалое дружба с миром в лице безбожной антихристовой власти есть основной столб и утверждение сергианской ереси исповедуемые высшими иерархами московской патриархии так еще 40 лет назад священный сенот рпц мп устроил точно такое же судилище над архиепископом ермогеном голубевым который осмелился гласно выступить за восстановление соборных принципов церкви от прихода до поместного собора главную роль в этом судилище играл митрополит алексий ридигер на пару с митрополитом никодимом ротовым тогда исповеднику ермогену вменили точно такие же по сути обвинения что и ныне епископу исповеднику диамиду двоеточие что положение церкви настолько благополучно что большего и желать нечего что он наносит вред своей деятельностью церкви и ставит себя в гражданском отношении весьма неудобное положение что каноны можно соблюдать выборочно что решение предшествующих соборов не обязательны что выступление архиепископа ермогена это цитата оружие в руках белогвардейцев что еще цвета кавычках кроме внешнего вреда он наносит вред и внутри страны кавычки закрыты последний архиерейский собор показал что предательский дух сергианства не только не выветрился из московской патриархии но хорошо сохранился и даже поднаторел своем искусстве извращения истины достаточно указать на утверждение последнего архиерейского собора о религиозной недействительности соборной клятвы 1613 года даже коварнейшие враги православной монархии не осмеливались выдвигать подобный нигилистический тезис настолько он жив и абсурден архиереи м.п. здесь переплюнули многих марксистских историков немало потрудившихся для очернения русской монархии и разрушения религиозно-монархического самосознания русских людей впрочем подобная лживая и духовно-политическая оценка митрополитбюро рпц мп истории русских церковно-государственных отношений неудивительно и даже логично ведь ее возглавляет человек который еще будущим митрополитом таллиннским и эстонским 26 февраля 1977 года заявил публично о великом значении дня преобразования жизни нашего отечества какой имела революция совершенная нашим народом в октябре 1917 года еще цитата не все ведущие деятели церкви оказались в лагере контрреволюции наиболее прозорливые из них осознали что революционная программа обновления россии создания общества без эксплуататорских классов созвучны евангельским идеалом и они заняли свое достойное место среди народа строителя нового общества и при этом мы прежде всего думаем о святейшем патриархии сергии мы традиционно придаем экуменитическим связям исключительно важное значение ибо видим в них развитие в их развитие путь к исполнению заповеди христа спасителя о единстве в нем всех верующих в него журнал московской патриархии 1977 год номер 5 и нынешняя безбожная и русофобская власть как утверждает а разбойничий собор также есть следствие выбора в кавычках выбора народа нам переживших по выражению ельцина совместную российско-американскую демократическую революцию не надо изучать его на ильина чтобы понять что нынешняя либерально демократическая власть как и в 1917 1991 1993 годах есть следствие не выбора народа а выбора беспринципных политических авантюристов захвативших власть с помощью тотального обмана и насилия и вмешательства иностранных антиправославных сил ленин и ельцин перманентная богоборческая демократическая революция вот подлинный политический идеал святейшего в кавычках святейшего но иногда мы слышим от алексия редигера и несколько другие речи в том числе о необходимости покаяния в грехе цареубийства о в кавычках неправде или цитата этого в декларации митрополита сергия но где же покаяние а главное его плоды их не только нет но вероотступничество и царе борчество приняло более завуалированный фарисейские лицемерные а значит более опасный характер вовлекая многих по нерассудительности и невежеству в круговую поруку предательства несколько десятилетий особенно со времени жидовствующей отреченной речи анафематствованного ныне патриарха алексия второго перед его братьями раввинами в нью-йорке в сентябре 1991 года православные рпц мп открыто взывали к архипастерям о вероотступничестве и попрании православной веры канонов и светоотеческого духовного наследия о необходимости сопротивления вовлечению россии в глобальный электронный концлагерь царства антихриста о геноциде русского народа о терроре против русских патриотов но все тщетно обуянные отступническим духом сергианства цареборчества и экуменизма поправ соборный дух и букву церкви христовой архиереи страха ради иудейского не только сами безвольно плетутся по след погибельному духу мира сего но и злословят и гонят всех кто не желает подчиняться злоумышлениям антихристовой власти это апостасийное явление по письму как предтеча антихриста было разоблачено еще нашим гениальным правительством федором михаловичем достоевским в своем романе братья карамазовых в голове поэма о великом инквизиторе а затем в развитии романа розановом статье легенда о великом инквизиторе именно архиереи предсказывал достоевский сомкнувшись с масонами заслонив и подменив собой христа и станут теми козлами провокаторами которые поведут в бездну доверившиеся им стадо уже архиерейская присяга приходит они епископа обязывающая епископа подчиняться во всем любым властям и лично патриарху говорит о фундаментальном духовном повреждении рпцмп главное послушание и единое стадо говорит достоевского великий инквизитор единство превыше всего вторит ему анафеватствованный митрополит и куменист и попист Кирилл Гундяев нет, заявляем мы, главное истина главное правда чадам рпцмп необходимо понять, что та церковная смута которую провоцируют иерархи сергиане и пописты не случайна ведь в 1943 году богоборческой властью была создана фактически новая обновленческая юрисдикция, которая в своей первой редакции устава прямо заявила, что рпцмп цитата не является продолжательницей духовных традиций до революционной российской православной церкви это духовное отступничество неизбежно повлекло и пересмотр всей русской истории и предательство церковно-государственных идеалов Святой Руси что мы и видим на примере измышления архиерейского собора о религиозной недействительности национально-церковной клятвы русского народа своим православным монархическим устоем единодушно принятой на церковно-государственном соборе 1613 года а также заявлений о непредпочтительности для церкви какой-либо системы государственной власти подобное духовно-политическое обновленчество естественно открывает дорогу в России любым антихристианским, идеологическим и политическим силам от западных либералов и демократов до поклонников Ленина, Чингисхана, Ибн Ладена а главное самому антихристу но согласно утвержденной в грамоте принятой на соборе 1613 года все нарушившие клятву считаются раскольниками и подпадают под анафему что и констатировал епископ Диамид в своем обращении РПЦ МП так же как и КПСС была не без помощи Ватикана взята в плен враждебными России демократическими силами через внедрение своей либеральной агентуры в руководство с одновременной парализацией национально-консервативного противодействия снизу нынешнее церковное митрополитбюро Редигера, Гундяева, Вархамеева играет ту же роль в церкви что и политбюро Горбачева, Яковлева, Шеварнадзе и коыгралов Компарди и внимая через участие в экуменическом движении центрам иуда масонской мировой власти митрополитбюро стало источником духовного соблазна и так же как политбюро Горбачевское способствует духовно-нравственному и политическому хаосу национальному вырождению и государственному распаду русского народа например на словах выступая за единство УПЦ с РПЦ архиереи забывает что сам же Алексий Редигер и способствовал в разгар перестройки демократии в 1990 году еще до распада СССР созданию УПЦ Епископ Диамит стал выразителем воли и чаянии миллионов русских православных людей уставших от царящих вокруг лжи, лицемерия, предательства и святотатства воистину Дух Святой вводил его рукою с другой стороны обсуждение его последнего обращения еще раз резко высветило нравственно и интеллектуально в то же время к сожалению и среди его прежних сторонников не все остались твердыми и последовательными они не поняли что сколько бы раз врач не произносил диагноз над больным и не заклинал болезнь болезнь сама не отступит нужно применять реальные и соответствующие тяжести болезни меры сегодня по примеру Христа мы должны брать в руки плеть и гнать за шеи торгующих православная вера из храма Господь помогает только делающим в связи с анафемой епископа Диамида на бывшего патриарха и архипасты и еретиков его призвем ко всем верным чадам русской православной церкви перейти под его духовно-церковное окормление провозглашенное в его обращении 1917 в обращении от 17 июля 2008 года мы призываем всех русских православных людей ознакомиться с его обращением самим донести его смысл до окружающих и принять осмысленные и твердые решения большинство членов русского народа такой выбор уже сделало исповеднический подвиг епископа Диамида свидетельствует что время сергианской неправды действительно прошло и все кто стал благодаря этой неправде иерархами должны покаяться пред Богом и чтобы не усугублять нестроений и противоводства в церкви должны уйти мы призываем анафематствованных иерархов и еретиков в первую очередь Алексия Редигера Кирилла Гундяева и Филарета Вархамеева и их сторонников архиереев уйти добровольно на покой нам всем пора опознать что церковно-государственные болезни к сожалению начались не с цареборческого февраля 1917 года а еще с неосторожных церковных реформ 17 века расколовших православную Русь на два враждующих лагеря и повлекших несправедливые гонения на православных исповедников со стороны и церковной и государственной властей в этой связи мы обращаемся к епископу Диамиду и всем епископам других русских православных юрисдикций провести со смирением и любовью собеседование с целью вырводки мер по восстановлению на грядущем поместном соборе верных Единой Русской Церкви на твердых православных евангельских основаниях чуждых всякого рода ересей, лицемерия и угодничества сильным мира сего тем паче слугам Антихриста кавычки открываются там закрыта цитата, новая цитата ясно же, что Андрея Кураева буквально пропитан жидовским шмемано-меневским духом Андрей Кураев кстати, авторство печально известного обращения святейшего патриарха Алексия II перед раввинами в 1993 году принадлежит именно диакону Андрею как вполне справедливо выразился о его трудах архимандрита Рафаил Карелин диакон Андрей Кураев ничего не смыслит в православии то есть фактически не имеет православного духовного образования да и не мудрено православные преподаватели жалуются семинарская программа почти на 90% состоит из шмемано-блюма-меневских трудов и только 10% святоотеческих трудов повсеместное предательство со стороны большинства священно-началия интересов и прав русского народа впечатление такое, что это священно-началия совместно с оккупантами, жидами стремится как можно скорее уничтожить русский народ а оставшихся загнать в резервации кавычки закрыты далее библейские цитаты приведенные Игнатием Тихоновичем Латкиным книга Иисуса Навина первая глава 14 стих «Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом а вы все, могущие истражаться, вооружившись, идите перед братьями вашими и помогайте им» книга Откровения, 17 глава, 4 стих «И жена обличена была в порфиру и багреницу и украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее» о частной собственности Библия гласит «Своя жена дана Адаму, дева Ева гнездо у птицы, норка у лесы похвалится коровка теплым хлевом но есть еще бессмертная душа не признанная грешным обалдуем без права переезда скрипит едва дыша пока ее с вершины смерть не сдует в своем жилище столько же забот не то что в общей и ничьей квартире здесь все исправлено по вкусу на зубок вплоть до очка морозного сортира в своей усадьбе сможешь показать свое умение и на что способен мучит коровка, блеет ли коза в тебе нуждаются все именно сегодня как часто тело, как бесхозный двор в нем настежь двери сорваны, разбиты ворвется хитро телевизор вор правитель и артист, масон-грабитель ни пса охранника, ни живности полезной компьютерной игрой и сексом полонены легко к душе заснувшее зло пролезло и бесовщина та реально неусловно как быть с душой распорядись умело роль главную ей выдели охотно пока царицей тело не воссело и будешь плакать, что момент прохлопан престол сознания единому Христу и Библии святой да предоставим наследники подобные во храме возрастут ним святости взойдет и над костями в конечном счете все совсем не наше лишь временно с душой соприкоснулось сама душа пусть это нам подскажет не раболепствуя пред телом столь сутула 18 июня 2008 год Игнатий Лапкин